Сейчас идет завершающий этап. Мы будем вывешивать светильники, тоже ноу-хау для теплиц светильники со светодиодными источниками, причем биосветильники, которые имеют спектр как раз для тех культур, которые мы выращиваем. У трех теплицах господарки Константа Арт небы схавалося лето. Тепло, солнечно, навокал свежая городнина. Фермеры господарки за органичное землеробство. Томаты и огурки тут растут в мясцовом грунте с биогумусом, який перепрацовывают калифорнийские червяки. У сезон тут сдымали до 50 килограммов томатов в день для мясцовых школ и на продаж. Захотелось остаться и что-то полезное здесь сделать. Урожай радует, приятно пожинать плоды. Выдаткованные организации объединенных наций гроши, а это 15 тысяч евро, целком засвоены. Засновальники проекта усе зарабили своими руками. От теплиц до ноу-хау для Беларуси. От тепляльной установки. Здесь в бункере находятся опилки, самые обыкновенные опилки с пилорамой. Сырые, свежие, свеженапиленные. Проходит процесс газогенерации и вырабатываемый газ сгорает вот здесь в жировой трубе. И передается полностью на воду, которая идет на отопление теплиц. Зольность от этого аппарата примерно в 5 раз меньше, чем зольность любого самого совершенного котла, работающего на дровах. Двух-трех бункеров с попелом хапая на ночь обогреву теплиц. Попел от пилования выкорыстовывают, як угноенние. А тепляльную установку плануют с целком автоматизовать. Дарача, у першыню в Кличевском районе отрымали и товарный кавун у промысловых масштабах. Инициаторы проекта говорят, до чего им кнулися, отрымалися. У севозворот уведено 600 квадратных метров землю. Створено 4 працонные места. Мы как бы вернулись на родину, на свою коренную родину. И здесь принимаем силы к тому, чтобы деревня эта продолжилась. Не умерла, не стала, как пишут, не перспективно, а чтобы она сохранилась. Алина Соловьева, Кристина Каранкевич, Юрий Авласцов. Новинирегион.